всем привет ведь говорили ведь предупреждали так же как и лошадки умирают в двигателе внутреннего сгорания со временем так же и киловатт часы к сожалению уходят безвозвратно из батареек электромобилей и тесла модель 3 long range этому не исключение напоминаю что в моей машине не самая большая для теслы батарейка это батарейка на элементах lg она проехала уже 22000 километров за 7 с небольшим месяцев съездила в украину проехала европу в поперек ну и что теперь когда же мне придется менять батарейку за треть стоимости машины ну во первых ничто пока не предвещает проблем с батарейкой все хорошо во вторых например бета root planner отродясь машине показывал 6 половиной процентов деградации на новой машине а потом вот недавно передумал и показывает всего полтора процента в третьих ну я задался вопросом деградации только потому что многие интересуют спрашивают ну и было вирусное видео про замену батарейки в тесте совсем недавно но в четвертых батарейка lg хоть и тоже основана вроде бы на пальчиковых элементов 2170 как и пакеты на элементах panasonic из штатов но она основана на другой химии а значит она должна по-другому стареть напишите пожалуйста в комментариях что ли стоит ли сделать краткий экскурс по основным типам батареек используемых в теслах ну и других автомобилях во всяком случае так как я его понимаю эту тему и еще я приглашаю пожалуйста подпишитесь на мой канал вы меня этим очень поддержите помогите мне пожалуйста добить до 1000 подписчиков спасибо большое и да если вам понравится видео поставьте пожалуйста лайк так вот батарейка lg которая стоит в этой машине имеет обозначение nmc 811 и по мнению научных исследователей имеет более медленную деградацию по сравнению с элементами nca пакеты panasonic правда это при более низкой емкости батареи и более медленной зарядки но что нам важнее быстрее на 5 минут зарядиться в поездке по европе в которую мы поедем но может быть один раз в году и то не каждый год или чтобы медленнее деградировала батарейка так сколько же часов сколько же киловатт-часов доступно в батарейке вот после уже завершения обкатки на самом деле вот 22000 обкатка закончилась есть только один способ узнать не прибегая к диагностике в сервисе теслы и не входя в factory mode кстати у меня последняя прошивка и пока еще известный способ входа в factory mode не опубликован в открытом доступе единственный способ подключиться к диагностическому порту обиди 2 которого в если нет но все знают уже надо кабель купить у наших друзей китайцев но когда будете покупать кабель обратите внимание чтобы купить правильный подходящий к вашему модельному году новые модель 3 модуль уа имеют 26 пиновый контакт в разъеме а старый кажется 20 ну и потом нужен адаптер желательно с поддержкой команд стн но и есть приложение есть приложение на android scan my tesla платная взломанными я не пользуюсь опции попробовать как работает нет подписки нет поэтому я даже пока не устанавливал но есть еще вариант для ios приложение называется teslax можно купить ограниченный функционал дешевле чем в приложение на android но недавно они выпустили вторую версию приложения с пятидневным полным бесплатным режимом но есть зацепка для apple нужен сертифицированный адаптер bluetooth дорогой разумеется или bluetooth low energy девайс или вай-фай адаптер если у вас такой завалялся можно попробовать на совершенно бесплатной версии программы которая показывает только базовую информацию и решить стоит ли активировать расширенную версию опять же никакой промоции у меня нету никаких связей с этой программы никаких платных ссылок значит кабель я установил даже палец порезал поэтому работайте в перчатках и дайте знать хотите ли вы увидеть видео установки кабеля с краткими подсказками инструкциями как это делать на русском или украинском языке адаптер значит я купил польской сборки на китайских чипах но неудачный буду возвращать по гарантии к сожалению он не выдерживает никакой конкуренции количество информации переполняют его буфер и подключение прерывается в запах запаркованном состоянии через пень колоду мне удалось все-таки считать основные данные про батарейку и я хотел ими поделиться вот что у нас там получилось я записал короткое видео прямо с экрана телефона с экрана планшета и ответ виден уже на первом кадре и пока я в фоне клацию там показываю разные вкладки программы сосредоточимся на деградации и так самое главное в подсчете деградации это знать доступную полную емкость батареи battery full киловатт hours на семьдесят три с половиной киловатт часа буфер ниже нуля 3,3 киловатт часа то есть теоретически от 100 процента до нуля я могу выжать из батареи электронов ну максимум на 70,2 киловатт часа ну пусть там еще будут какие-то потери то есть можем считать 70 или 69 и 9 как кому больше нравится вот то есть емкость батареи вот этого автомобиля long границ 21 года начала фейслифта она меньше изначально чем тех батареек которые шли в девятнадцатом году а чтобы посчитать деградацию нам нужно знать вот эту начальную емкость батареи которая идет с завода то есть максимально доступная пользователю емкость новой батареи и в этой программе в teslax этой информации нет и приходится обратиться к первоисточникам значит в beta root planner это программа которая может приблизительно вам подсказать вашу деградацию но только косвенно она оценивает количество киловатт-часов которые зашли в батарею на сессиях быстрой зарядки по данным api tesla относительно максимальной емкости которую записали в систему программисты и beta root planner раньше считал деградацию к показателю 79 киловатт-часов а сейчас 75 значит 79 киловатт-часов доступной емкости это была максимально доступная емкость в teslax модуль 3 девятнадцатого года до забыл сказать это видео будет полезно тем кто купил бат теслу с запасом хода 580 километров по вели процедуре vltp на элементах lg это тип батареи называется и 5d или те кто купил модуль вай да сейчас модуль вай которая поставляется в европу из китая она именно идет с таким же идентичным пакетом батареи как в моей тройке так вот начальная емкость батареи которая называется в scan my tesla full pack when new то есть емкость новой батареи для батареи lg 74 с половиной киловатт часа и в модуль 3 и в модуль вай можете посмотреть видео например уважаемого бьерна поэтому предлагаю считать деградацию именно к этой цифре к 74 и 5 и у меня пропал только один киловатт час это деградация одна целая три десятых процентов за 22 тысячи километров за уже больше чем полгода ну и по сравнению с батарейками panasonic модель 3 девятнадцатого года сначала поставок европу которых деградация за два года и 60 80 тысяч километров около восьми процентов а в первый год и 20 тысяч деградация обычно самая большая даже до пяти процентов то в моей машине либо скачок еще не наступил либо деградация общая будет гораздо ниже и думаю что низкая деградация может быть заслугой другой химии батарей более низкой скорость зарядки на супер чарджерах тоже к этому приложила свою роль вот поэтому надеюсь пользоваться максимальной емкостью этой батареи как можно дольше не если нельзя исключить конечно и того что низкая деградация батарей результат моего не экстремального использования тут относительно бережного заряжался я преимущественно дома от обычной самой розетки я не допускал глубокого разряда батарей меньше 10 процентов лимит заряда и устанавливал преимущественно 80 процентов а до 100 процентов и заряжал наверное 1 5 за всю ее жизнь и каждый раз практически мгновенно я выезжал в путь и не держал батарею полностью заряжены и так на 5473 с хвостиком киловатт-часов прокачанных через батарею 1081 это до 20 процентов пришлось на рекуперацию 1492 и 6 27 процентов пришлось на зарядки постоянным током то есть быстрые но не всегда этот ток был высокий например в украине и на некоторых польских не не тесла супер чаржи зарядках тоже но и и 3674 с половиной киловатт часа пришлось на зарядки переменным током как правило одной фазой 2 3 киловатта 10 13 ампер и эпизодически трехфазным 11 киловатт 16 ампер а еще я езжу хоть и быстро до 150 километров в час крейсерская скорость по автобану но я обычно избегаю резких ускорений и торможение так называемого йо-йо драйвинг вот ну и может быть поэтому тоже моя батарейка имеет небольшую деградацию поэтому заряжайтесь как можно больше дома ставьте лимит до 90 процентов как это рекомендует тесла используйте режим chill или спокойный как русской прошивки он называется и будет вам счастье то есть низкая деградация ожидается что китайская фабрика в шанхае будет основной поставляющей фабрикой модель 3 модель вай на европейские рынки пока фабрика в германии не начнет полную работу даже включая performance версии тоже будут идти из китая поэтому мне кажется большой деградации в этих пакетах можно не бояться особенно если учитывать гарантию на батарею и двигатели инверторы восемь лет или 192 тысячи километров для лонгрэч и перформанс при покупке нового автомобиля через сайт тесла или слегка из был автомобиля через сайт тесла отличить машины с батарейка lg можно по декларируемому запасу хода в лтп 580 километров сейчас их именно так и продавали с хорошей скидкой из инвентарии а на самом деле машины находились в транзите то есть прямо с корабля их продавали конечному потребителю но да надо быть внимательным некоторые батарейки panasonic начала фейслифта тоже имели рейтинг в лтп 580 километров в час поэтому смотрите если там тип батареи или вы хикал тайп и 5 д то это panasonic а если е5 да это это 5 пятерка там должна быть то это л джи вот с четвертого квартала ожидаются уже поставки пакетов lg емкостью 82 киловатт часа то есть такие же как в ремонте сейчас монтируют panasonic и там будет запас хода в 614 километров поэтому те кто заказывает сейчас модель 3 через конфигуратор да кстати можете воспользоваться моей ссылочкой и реферал кодом в описании чтобы получить 1500 километров на супер чажера так вот да тот кто заказывает сейчас имеет дату доставки ноябрь или уже декабрь скорее всего получит китайской сборки машину с батарейкой lg на уже увеличенной емкости и да пока никто не жаловался на качество машин из шанхая что еще мы можем почерпнуть полезного из этой программы teslux ну кратко я ее не использовал в полную силу если мы едем впритык по запасу хода то можно проверять количество оставшейся энергии в буфере и напряжение на элементах батареи если напряжение начинают просаживаться когда мы едем под горку или даем газа то нужно срочно останавливаться можно мониторить максимальную доступную мощность или лимит рекуперации температуру батареи можно мониторировать температуру моторов инверторов данные системы кондиционирования смотреть доступны данные напряжения 95 элементов которые подключены к бмс и можно посмотреть данные на индивидуальных батарейках и оценить балансировку в пакете и те различия которые я вижу они всего лишь 2 милливольта и это при заряде батареи 60 процентов когда у нас заряд батареи 100 процентов идет балансировка всего пакета и там этих различий быть не должно вообще есть копия информации которая отображается нам на экране теслы для проверки правильность работы программы нам она незачем вот но не забывайте что нет никакой гарантии что тут показатель который вам показывает программа он отображается верно тесла все время меняет что-то своих прошивках протоколах и не всегда понятно какой байт в пакете отвечать за какой показатель иногда они меняют с одного байта на два байта кодирование кого-то показателя и все сыпется в программе в программе самое главное кому нужны эти программы эти переходники эти адаптеры и инструмент этот совершенно неофициальный и для профессионалов кстати он не нужен они подключаются непосредственно к мозгам но может быть нужен гикам ну таким как я или представьте бьерн может это быть полезно при покупке был автомобиля если не можете копаться в его мозгах вот тогда можете посмотреть пробег и данные сколько в батарейку прошел киловатт-часов и соответствует ли эти цифры вот но если вас все устраивает и вы просто катаетесь на тесле катайтесь и дальше и получайте удовольствие машина именно для этого сделано спасибо большое всем за внимание до новых встреч пока